Танцуйте, у нас хорошая новость. Министерство культуры и Белорусский государственный университет культуры и искусств проводят хореографический конкурс Dance Congress. Спойлер, борьба будет идти за очень ценный приз. С подробностями у нас сегодня в гостях ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Наталья Корчевская. Наталья Задимовна, доброе утро. Доброе утро. Dance Congress впервые проводится у нас. Рассказывайте, что это за конкурс. Да, действительно, конкурс проводится впервые, и эта идея витала в воздухе очень давно, потому что хореография, в отличие от других видов искусств, прежде всего музыкального, немножко стояла в стороне. Конкурсов проводится много, но в основном они все так называемые коммерческие. Это тоже неплохо, но хотелось бы посмотреть и на своих будущих студентов, и на тех, кто будет украшать сцены нашей страны с очень таких жестких профессиональных позиций. Поэтому мы пришли к идее организовать такой конкурс. Это оригинальная идея или какой-то позаимствованный проект? Это абсолютно оригинальная идея. В ней синтезирован опыт проведения различных конкурсов, как в нашей стране, так и в других странах. В первую очередь мы опирались на опыт проведения сложных таких профессиональных конкурсов среди артистов балета. Но мы принципиально не оцениваем классический танец. Мы приглашаем к участию всех без разделения на жанры. Главное, чтобы человек хорошо танцевал профессионально. Поэтапно расскажите сейчас, где и как будет все проходить? Да, уже положение конкурса утверждено. Идет предварительный отбор. Предварительный отбор участников проводится по видеозаявкам. Любые желающие в возрасте от 9 до 21 года, но не просто желающие, а действительно умеющие танцевать, могут посылать свои заявки, свое видео. Их осматривает экспертная комиссия до 29 апреля. А впоследствии высылается приглашение к участию в очных турах конкурса, которых будет два. И конкурс состоится с 26 по 28 мая уже у нас в Минске на сцене спортивно-культурного центра нашего университета. То есть достаточно просто отправить заявку, либо нужно какое-то видео креативное снимать. Как это должно выглядеть? Не креативное без. Это хореографический номер исполнения, либо соло, либо дуэт, либо массового танцевального номера. Оно должно быть без монтажа. В положении, которое разослано всем потенциальным участникам, все указаны, все требования к видео. Мы просто должны оценить, как бы достойно ли этот участник принимать участие в такого рода конкурсе. Танцевальный стиль любой, я так понимаю? Да. Есть ли вообще какие-то ограничения? За исключением техники классического танца и пальцевой техники. Мы не отсматриваем это принципиально, потому что Университет культуры и искусств является центром по развитию других направлений хореографического искусства. А классическим танцем занимается Белорусская государственная хореографическая гимназия, колледж и Академия музыки. А вот, кстати, номера для этих очных туров сами тоже конкурсанты выбирают? Нет, может быть постановка любого балетмейстера. У нас есть отдельный приз за лучшую балетмейстерскую работу среди тех работ, которые будут показаны в ходе конкурса. Поэтому, если вдруг ребенок сам может, либо молодой человек поставить, пожалуйста, это будет приветствоваться. Но это может быть с работой профессионального хореографа, который является руководителем. Ну, помимо этого, есть и призовой фонд. За это тоже можно побороться. Да, призовой фонд у нас очень серьезный. Спасибо Министерству культуры за то, что они поддержали эту идею, потому что все-таки занятие любым видом творчества прекрасно само по себе, но все равно требует каких-то материальных затрат. И хорошо, когда есть такой существенный призовой фонд, который в дальнейшем участники могут пустить на свое развитие, на приобретение новых костюмов, либо пошив. Масса возможностей. Но призовой фонд очень серьезный. Порядка 55 тысяч белорусских рублей. Может быть, еще кто член из жюри стоит сказать? В состав жюри приглашены и народные артисты Республики Беларусь, и в том числе видны представители хореографического искусства из Российской Федерации. Ну, такую фигуру назову, как Гидамина Сторонда, к примеру, он согласился приехать. Мандрик. Мы очень надеемся, что он сможет, потому что предварительное согласие есть. Но мы понимаем, что, к сожалению, есть вещи, связанные с пандемией. Но пока очень высокого уровня члены жюри выразили готовность принять участие в нашем конкурсе. А сколько планируется допустить ребят к очному туру непосредственно? Вот из всех заявок сколько будет отобрано человек? Да, тут интересная история. Мы планируем, что среди солистов и дуэтов мы отберем в двух возрастных категориях от 50 до 100 человек, не более. И среди коллективов мы отбираем от 21 до 30 коллективов. То есть мы не ставили себе, мы не знаем, вдруг их будет много, и мы тогда выберем 30. Но это должны быть действительно лучшие. Давайте тогда еще раз напомним, когда, куда отправлять свои заявки? Заявки можно отправлять по адресу Белорусский государственный университет культуры и искусств, буксобака, букбай. На сайте можно найти. Да, на сайте вся эта информация есть. У нас создана страница конкурса, Дэнс Конгресс во всех социальных сетях, и она ведется активно. Заявки принимаются до 29 апреля, а сам конкурс состоится в вочном формате с 26 по 28 мая в спортивно-культурном центре университета культуры и искусств. Это центр города, мы всех будем ждать. И завершится все гала-концертом. Спасибо большое. Спасибо огромное. Я напомню, что это утро мы провели вместе с ректором Белорусского государственного университета культуры и искусств Натальей Корчевской.